Мы начинаем. Давайте пойдем. Вы знаете, вот эта идея по поводу подведения итогов 20-летия, она, естественно, связана с тем, чтобы показать развитие ритейла за последние годы. Я очень люблю историю, наверное, это один из самых моих любимых предметов, в школе был, по крайней мере. Но я думаю, что просто история в отрыве от того, что происходит сегодня и от того, что будет завтра, это не настолько актуально для вот такого часового выступления. Поэтому я постараюсь в комплексе рассмотреть вопросы развития отрасли и, соответственно, заглянуть немножечко в будущее. Сегодня, как я сказал, очень важно все-таки думать с точки зрения развития ваших компаний, с точки зрения стратегии ваших компаний. Я хочу привести, вот перед тем, как приступить к докладу, вот этот слайд, показывающий, как выглядела наша отрасль еще буквально несколько лет назад. Это такая товаропроводящая цепь от производителя к потребителю. И фактически для успешной работы на рынке было достаточно понимать, в каком звене этой цепи находится твоя компания, какие конкурентные преимущества компания должна развивать. И благодаря этому можно было увеличивать долю рынка, расти, развиваться. Но все стало меняться. И триггером этих изменений буквально пару лет назад, конечно, стало развитие интернет-торговли. Именно возможность дистанционных продаж позволила для многих ритейлеров выйти в те регионы, где физические магазины не представлены. Позволила, соответственно, появиться новому пласту ритейл-компаний, которые работают уже только в онлайне и, соответственно, предоставляют свои продукты. Но сегодня, хоть и интернет-торговля занимает еще совсем незначительную долю, до 5% от родничного товарооборота в нашей стране, но вот этот триггер изменений был запущен и, по большому счету, он уже не отработает назад. Мы будем видеть, как трансформируется отрасль, наш потребительский рынок трансформируется очень активно. И как раз об этом я сегодня тоже буду многое говорить. В том числе это будет связано с тем, что впервые за долгое время появляется возможность покупать продукты питания дистанционно, появляются такие новые сервисы доставки продуктов питания через интернет. И мы считаем это очень важным, потому что для тех семей, кто начнет покупать продукты питания дистанционно, для них интернет-покупки становятся основными, а офлайн-канал становится второстепенным, вспомогательным для удовлетворения своих потребностей. Но мало того, что ритейлеры стали за счет дистанционных продаж более жестко конкурировать между собой, бренды тоже не стоят на месте и тоже начинают развивать прямые коммуникации с потребителями. Мы видим, как растут ритейл-проекты крупных компаний не ритейл-сегмента. Да, здесь можно привести пример, допустим, сеть «Аленка» объединенных кондитеров, сегодня это уже больше ста магазинов по всей стране. Бренд «Дисней» стал открывать свои собственные магазины уже в Москве, в Санкт-Петербурге они работают и планируют развиваться дальше. Другие компании активно заходят на рынок розничной торговли, хотя изначально их бизнес связан с чем-то другим. В частности, допустим, рынок мобильной электроники, посмотрите, как за несколько лет он полностью перевернулся с ног на голову. Если еще несколько лет назад связной и Евросеть были лидерами этой отрасли, являлись одними из крупнейших в мире компаний по продаже мобильной электроники, а сегодня эти компании испытывают очень серьезные проблемы. Евросеть объединилась со связным, и фактически уже этот бренд неинтересен. Он покидает рынок, связной испытывает трудности, а лидерами отрасли становятся магазины МТС, Мегафон, Билайна и так далее. Производители тоже, конечно же, не хотят уступать здесь своей позиции, они начинают развивать также собственные магазины. Мы видим, что растут сети, допустим, склона почти тысячи магазинов, уже сегодня работает по территории страны Мираторг, в очередной раз перезапускает свои ритейл-проекты и так далее. Но все это по большому счету цветочки, а ягодки нас ждут чуть позже. Это, конечно, будет связано с развитием такого явления, как маркетплейс в нашей стране. Это то, что уже кардинально изменило рынок Соединенных Штатов Америки, Европы, Азии. В Китае уже Алиэкспресс поглотил почти 80% продаж через интернет, и это существенным образом меняет и интернет-торговлю, но это меняет и оффлайн-торговлю в первую очередь. И, казалось бы, в России пока маркетплейс не так сильно заметен, но вот сегодня как раз мы подводим итоги дня распродаж 11 ноября, которые проходили в этом году в России, в том числе, да, Черной Пятницы. И, в частности, Алиэкспресс впервые отчиталась об итогах продаж в России, соответственно, своей продукции. И оказалось, что за вот этот день, 11 ноября, компания продала в России на 17 миллиардов рублей. 5 миллионов покупателей из России в этот день, там, 11-12 ноября приобрели товары на площадке Алиэкспресс, и, соответственно, там, больше 30 миллионов покупок было совершено. И вдумайтесь, 17 миллиардов рублей за один день. У нас порог вхождения в топ-100 – это 15 миллиардов рублей. Но это выручка за год у ритейлера. А тут Алиэкспресс буквально за один день делает такую выручку. То есть, на самом деле, эти изменения уже идут, они активно шагают по стране, и, конечно, нам предстоит очень серьезно проанализировать, как будет меняться развитие наших компаний в условиях этого рынка, потому что впервые за долгое время у потребителя появляется реальная возможность выбора, покупать, что он хочет, где он хочет, где-то даже когда он хочет. И потребители, конечно, этим активно пользуются, они начинают, соответственно, покупать те продукты, которые действительно им интересны, которые им нужны. И в этой связи только сильные компании с уникальными товарными предложениями, как с точки зрения бренда, так и с точки зрения бренда продуктов, так и с точки зрения бренда сети, будут оставаться в фокусе внимания потребителей и смогут расти и развиваться дальше. Но в связи с этим как раз и важно думать о том, как выстроить стратегию своей компании, сделать ее максимально успешным. В своем докладе я как раз хотел бы вам в этом помочь. Вначале я расскажу о фазах развития российской розницы. Обернемся назад на эти 20 лет. Далее поговорим о текущем состоянии потребительского рынка. Представлю последние данные макроэкономические. И, соответственно, представлю результаты нашего рейтинга. Inflary Rush Top 100 по итогам первого полугодия 2019 года. Все это я постараюсь сопровождать кейсами о конкретных компаниях. И в заключении пару слов о перспективах и прогнозах на дальнейшее будущее нашего потребительского рынка. Итак, но было бы сложно рассказывать о периоде вот этих последних 20 лет, если бы мы не заглянули в 90-е. В те самые лихие 90-е, которые, по сути дела, заложили фундамент развития нашей отрасли. И тот период, который кардинально, конечно, изменил нашу страну и потребительский рынок в частности. Напомню, что в 1992 году был подписан знаменитый указ Бориса Николаевича Ельцина о свободе розничной торговли. Если в двух словах, то торговать можно было кому угодно, где угодно и чем угодно. И это, соответственно, сильно стало менять ландшафт потребительского рынка нашей страны. Буквально за два года практически вся инфраструктура розничной торговли, оставшаяся нам со времен Советского Союза, была приватизирована. В крупных городах почти 100% объектов, по стране в целом, конечно, не все. Но вот эти новые собственники, которые пришли на этот рынок, они стали, соответственно, развиваться, стали расти. И сложно, как бы, еще раз об этом периоде рассказывать, лучше это показать. Поэтому я вам приведу небольшую иллюстрацию, как же это выглядело в 90-е годы. Экономическая теория сработала безупречно. В магазинах появляется еда, а перед магазинами ларьки. Эти форпосты новой эпохи. Поразительно, сколько всего можно купить на таком маленьком пятачке. От сникерсов, колы и спирта роял, ну, этот спирт, до презервативов и видеокассет. Есть даже туалетная бумага. И все, конечно, сразу забудут, что еще недавно ее было не достать. Вот интересно. Эпоха тотального дефицита продолжалась в великой стране 70-летий. И исчезла за несколько недель после одного единственного решения правительства. Эй, эй, паренек, отправляйся к морю. Ты будешь рад, что не прогадал. Правда, спрос при новых ценах невелик. Большинству по карману лишь самое необходимое. Лапша-доширак, хлеб, сигареты. В обиход входит понятие «прожиточный минимум». Смягчить последствия либерализации цен должна была другая, почти одновременная либерализация, торговля. Это благодаря ей в магазины попадают диковинные манго и мюсли. Чтобы закупать их за рубежом, больше не нужно получать добро от советских и партийных органов. Она же последний гвоздь в гроб советской экономики. В СССР тех, кто что-то покупал и перепродавал, называли спекулянтами, фарцой и отправляли в тюрьму. Теперь торговать в России можно кому угодно и чем угодно. Ну, оружие и наркотики, конечно, не в счет. Ну, вот такой очень неплохой фильм. Если будет время, желание посмотреть «Цена вопроса», 90-е Алексея Пивоварова. Много с чем там можно не согласиться в этом фильме. И, конечно, соответственно, это спорный период нашей истории. Но самое главное, что действительно там хорошо показаны те события, которые происходили. И еще раз повторюсь, хочу напомнить. Вот конец 90-х, начало 2000-х годов. Мы вышли на этот период не то, что обнулив все показатели деятельности компаний, не знаю, страны в целом. Мы скорее вышли в таком отрицательном счету на этот период. У нас в стране была колоссальная преступность, организованная преступность. Ни один ритейл-проект не мог развиваться без крышевания то ли иной группировки. У нас на территории страны шла война, фактически там чеченская война активно разгоралась в этот период. Обнищание народа, населения, когда у нас 98-й год, и окончательно тот средний класс, который возникал, был уничтожен этими экономическими проблемами, которые в макроэкономике нашей страны уже накопились на тот момент. И вот этот по счету отрицательный, скажем так, отрицательное значение развития страны, конечно, не вселяло никакого оптимизма, но только благодаря энтузиазму и желанию, соответственно, менять жизнь к лучшему, предпринимателей, которые стали развивать розничную торговлю, мы стали видеть изменения и видеть, как отрасль преображается и страна преображается в целом. Поэтому давайте поговорим вот об этом. И первая фаза развития нашего потребительского рынка, мы ее отчитываем с 2000-х до 2007-го года, она выглядит следующим образом. Это фаза тотального роста, когда абсолютно все ритейл-проекты стали активно развиваться. Вы видите, что благодаря той стабильности в макроэкономике, благодаря росту доходов населения, розничный товарооборот наш прирастает в несколько раз за этот период времени. И именно этот период для развития торговли был самым плодовитым с точки зрения появления крупных ритейл-проектов в нашей стране, как российских, так и международных. Вот здесь показано по годам, как выходили компании на этот рынок, на наш рынок. И сегодня мы подвели такой промежуточный итог. Мы видим, что почти половина из топ-100 ритейлеров, крупнейших ритейлеров нашей страны были созданы именно в этот период с 2000 до 2007 года, либо в этот период пришли те международные сети, которые входят сегодня в топ-100 российского ритейла. То есть это действительно очень активный для развития отрасли период. И помимо того, что компании создавались, на завершение этой фазы развития стали активно происходить сделки по слияниям и поглощениям. Мы видим такие крупные события, связанные были и в продовольственном ритейле. Там компания Ашан покупает магазины турецкой сети Рамстор. В Сибири объединяется Холидей и Сибириада, а потом к ним в это объединение входит сеть Кора. В аптечном ритейле начинаются активные скупки не сетевых аптечных проектов, но самым крупным проектом, который изменил отрасль и, соответственно, как бы сформировал лидера нашей отрасли, конечно, является объединение Пятерочки и Перекрестка, та самая компания Х5 Ритейл Групп, которая сегодня является лидером нашей отрасли. И несколько слов хотелось бы об этом напомнить и рассказать, что происходит сейчас. Напомню, что за историей Перекрестка стоит, конечно, Альфа Групп, но одним из функционеров ключевых является Александр Касьяненко, это бессменный генеральный директор Перекрестка до 2006 года, именно он во многом инициировал развитие этого проекта и, кстати, как это было интересно, именно он был против этой сделки по объединению с Пятерочкой, потому что к тому моменту Пятерочка была уже гораздо крупнее и, несмотря на то, что Альфа Групп покупал Пятерочку, но на самом деле покупался более крупный актив. За спиной Пятерочки стоял Андрей Рогачев и партнеры, это один из таких крупных непубличных наших инвесторов частных, но, наверное, тут правильно было бы упомянуть и Олега Высоцкого, бессменного генерального директора Пятерочки с момента основания до 2012 года, который развивал этот проект. И Пятерочка в этой группе X5 Retail Group и сегодня остается крупнейшим генератором выручки, 60% выручки как раз приходится на Пятерочку, это основной по развитию формата X5 Retail Group, поэтому несколько слов о Пятерочке и ее развитии хотелось бы сказать. Ну, с чего все начиналось? Вот первая рекламная компания, одна из первых рекламных компаний Пятерочки, была в начале 2000-х годов, выглядела вот так. Двоечки у Вовочки, а качество в Пятерочке. На самом деле, достаточно провокационный ролик, начало 2000-х годов, Владимир Владимирович только пришел к власти, и тут такой вот неожиданный образ Вовочки снова на экранах. Многие критиковали даже эту рекламу, но она, конечно, возымела свое действие, Пятерочка действительно стала легко узнаваема на улицах нашей страны. А сегодня, конечно, это уже более респектабельный бизнес, уже совершенно другие герои в рекламной кампании, да, вот. Я работаю в Пятерочке, я выручай советник. Как это у вас нет, выручай карту. Советую завести, баллы очень выручают. Вот, ну, конечно, уже совершенно другие времена. Коллеги, а у нас есть в зале представители X5 Retail Group? Знаю, что регистрировались, но не проявляются пока. Вот, хотелось просто идею им подкинуть. Давайте как-то объединим эти два сюжета, да, то есть сюжет первого ролика и образ из второго. Я думаю, что вся страна скажет большое спасибо, если там, пускай будут у Олечки двоечки, да, качество пускай будет также в Пятерочке. Вот. Было бы замечательно, если бы такое произошло. Ну, посмотрим, конечно. Конечно, Пятерочки развиваются очень активно, но сегодня магазины уже есть в европейской части страны, Уральский регион в 2016 году выходит уже в Сибирь. Но это было не столь гладко, не столь однозначно. Где-то как раз на границе 2012-2013 года компания переживает определенный кризис. Магазины устаревают, становятся совершенно, ну, в какой-то степени безобразными. И казалось, что Пятерочка уйдет с рынка, особенно как раз уход Высоцкого из компании, в какой-то степени был очень таким знаковым, потому что он признавался, что не верит в то, что можно исправить уже те деградационные процессы, которые происходили в Пятерочке. Но вот та программа обновления магазинов, которая была запущена в 2013 году и которая во многом была реализована командой Ольги Наумовой, она преобразила Пятерочку, она позволила продолжить ей расти и развиваться. А сегодня, уже в сентябре 2019 года, запущена новая программа обновления, которая планируется в ближайшее время к реализации и уже следующий цикл Пятерочек мы увидим на улицах нашей страны. Компания действительно очень активно развивается не только с точки зрения самих магазинов, но и, конечно, с точки зрения финансовых показателей. Вдумайтесь, каждый год, вот последние годы Пятерочки открывались по 2-2,5 тысячи только за год. Прирост торговых площадей на 1 миллион квадратных метров происходил из года в год. Это, конечно, феноменальные темпы роста. Компания во многом воспользовалась и кризисными явлениями, которые были в экономике нашей страны и за счет этого активно тоже инвестировала, развивалась и сегодня уже больше 15 тысяч магазинов. Вот на конец этого года мы ожидаем только под брендом Пятерочка по всей нашей стране. При этом компания запускает новый такой очень интересный проект. Это 5 пост, постаматы, которые будут размещаться на территории Пятерочек. Сегодня это уже 5 тысяч постаматов по всем магазинам. В следующем году планируется довести эту цифру до 9 тысяч, а в 21 году все магазины Пятерочки будут оборудованы постаматами. И на самом деле это очень интересный проект, который позволяет генерировать трафик в магазины. При этом этот трафик не каннибализирует покупки продуктов питания. Вы понимаете, что постаматы продукта питания никто не заказывает. При этом, соответственно, непродовольственный ассортимент, который не представлен в магазине, можно будет потребителю, соответственно, забрать, совершая какие-то повседневные покупки. Очень правильный, очень грамотный проект. Уверен, что, конечно, он будет успешен для X5 Retail Group и для Пятерочки в частности. Второй сетью, входящей в X5 Retail Group, является Перекресток. Эта компания как-то оставалась в тени долгое время такого активного развития Пятерочки. Но вот последние годы, буквально пару лет после обновления, запуска нового формата Перекрестка, стали преображаться магазины. И это стало отображаться в том числе и на финансовых результатах компании. Впервые за долгое время Перекресток по темпам роста обгоняет Пятерочку. И это тоже, соответственно, очень показательно. И именно на базе Перекрестка запускается проект по продаже продуктов питания через интернет Перекресток онлайн, который сейчас уже генерирует выручку по итогам первого полугодия в 2 миллиарда рублей. И по этому году стоит план до 6 миллиардов рублей продавать через интернет продуктов питания. Запускаются первые магазины Dark Store, в которых уже нет покупателей, которые обслуживают только интернет-заказы именно в формате Перекресток. Ну и дальше у компании стоит достаточно амбициозный план обогнать утконос по продажам продуктов питания через интернет и стать лидером отрасли не только в оффлайне, но и в онлайне по продаже продуктов питания в нашей стране. Ну а в заключение формат Карусель. Вот так казалось бы, компания успешна, лидер нашей отрасли, безоблачное будущее у них впереди. Да нет, не все так просто. Формат Карусель всегда был таким проблемным для X5 Retail Group. Он не очень успешен был вообще в своей истории по показателям и динамики роста и развития. И в сентябре этого года принято решение от этого формата фактически отказываться. Магазины Карусель будут частично переименованы в Перекресток и, соответственно, перезапущены с новым уже как бы ассортиментом и в новом формате. Часть магазинов будет закрыта и вы видите, что вот по прогнозам компания ожидает там в три раза сокращение количества магазинов. Оставшиеся магазины будут пилотироваться уже в новых проектах, в новых, соответственно, реалиях и на них будут строиться какие-то эксперименты. Поэтому, может быть, конечно, бренд Карусели останется на рынке, но сейчас, по крайней мере, под этим стоит большой вопрос. Ну, пойдем дальше. Следующая фаза развития 2008-2014 год. Как это часто бывает, фазы развития экономических циклов сменяют друг друга на фоне кризисных явлений. В 2008 году произошел кризис и в экономике нашей страны и мира. Помните тот самый ипотечный кризис США, глобальные трудности, которые испытывала вся экономика мира. Но этот кризис оказался скоротечным, он развивался по так называемому V-образному сценарию. Быстрое падение, быстрое восстановление. Те денежные потоки, которые стали вливаться в экономики различных стран, возымели свое действие. И мы достаточно динамично продолжили свое развитие и рост дальше. Вы видите, что прирастает розничный товарооборот с 2008 и по 2014 год. Именно в этот период начинается приход государства в отрасль. В 2009 году, напомню, уже 10 лет назад появился закон о регулировании потребительского рынка в нашей стране, который наложил определенные ограничения на работу торговых сетей. Он был такой явно против сетей, направленных в поддержку поставщиков, производителей, в первую очередь продуктов питания, конечно. И вот та либеральная отрасль, которая была в 90-х годы и потом еще в начале 2000-х годов, стала уже гораздо менее либеральной. И это, конечно, стало влиять на определенную ее привлекательность в лице инвесторов, которые приходят в этот рынок. И вот за этот период вы видите, что создается всего 10% сетей, которые входят сегодня в топ-100 российского ритейла. И есть сети, которые покидают российский рынок. Это и международные игроки, и российские компании. То есть впервые с момента начала развития потребительского рынка мы видим такие крупные уходы из отрасли, хотя до этого это еще, казалось, будет все замечательно и успешно. Но вот как раз именно в этот период происходят крупные сделки, слияние и поглощение. Как раз продолжает X5 Retail Group покупать активы, в ее состав входит карусель. Потом, конечно, очень крупная, наверное, одна из крупнейших за всю историю российского ритейла сделка по покупке копейки. Эта сеть тоже уже тогда входила в десятку. Больше чем за полтора миллиарда долларов была приобретена X5 Retail Group в 2010 году, в конце 2010 года. Но другие какие-то крупные сделки тоже можно отметить. Допустим, продажу сети реал торговой сети MetroCash & Carry, компания Ashan и последующее развитие Ashan в формате супермаркетов. Но именно как раз в этот период, я сказал, что не так много было новых игроков на рынке, но как раз в 2013 году создается сеть Cari. И о ней как раз два слова хотелось бы сказать. Эту сеть многие долгое время не замечали, они развивались из регионов и практически не заходили в крупные города, только последние пару лет стали открываться в крупных мегаполисах. Сеть создал бывший владелец торговой сети Eldorado, это Игорь Яковлев. Те деньги, которые он выручил за реализацию сети Eldorado были перенаправлены в сеть, соответственно, Cari. И сеть стала очень активно развиваться благодаря опыту, конечно, этого бизнесмена и той команде, которая была сформирована в этом проекте. И сегодня это лидер обувного рынка. Вот смотрите, за какие-то там шесть лет с 2013 года по 2019 год компания на стагнирующем в целом потребительском рынке умудряется не только создать себя с нуля, но и, соответственно, выйти в число лидеров и, соответственно, стать успешной и популярной среди покупателей. Во многом это происходит потому, что у компании есть четкая, понятная стратегия. Они делают доступной ту продукцию, которую, соответственно, реализуют для россиян. Это не ставка на дешевые магазины, это скорее ставка именно на доступность товаров. И они это коммуницируют в рекламных компаниях своей продукции. Вот как это выглядит. Вот привлекая таких известных личностей, в том числе и модных критиков, компания показывает, что у них не дешевая, а доступная продукция. И, конечно, потребители это используют, им это нравится, они активно покупают товары в этой сети. Сегодня это уже больше тысячи магазинов по всей стране. На самом деле не только в России магазины кари работают, также в Беларуси, Казахстане, в Польше. Еще недавно работала сеть кари на Украине, но в силу определенных событий, соответственно, была закрыта на Украине. То есть очень такой активный проект. Еще раз повторюсь, только в России тысяча магазинов, 49 миллиардов рублей без НДС, выручка этой компании в России. Конечно, очень интересный, очень знаковый проект для отрасли фэшн-ритейла и обои в частности. Но перейдем дальше. Следующая фаза, 2014-2017 год. Как я сказал, кризис часто как бы инициирует новые циклы развития отрасли. В 2014 году наступил кризис, в первую очередь уже в нашей стране. Но хочу обратить внимание, что мы говорили о том, что кризисные явления до 2014 года стали происходить на потребительском рынке. Уже с 2013 года мы начинали получать отрицательную динамику по родственничному товарообороту продуктов питания. И когда еще Крым не был нашим, когда еще не было тех событий драматических, которые мы переживали позже, мы уже видели определенный кризис на потребительском рынке. И последующие события, которые произошли, они в какой-то степени даже помогли скрыть те проблемы, которые были в экономике, в потребительском рынке в частности. И то, что никаких не было сделано изменений, но, соответственно, в управлении, в развитии нашей страны мы связались с тем, что дальнейшее развитие этого кризиса будет по L-образному сценарию, то есть быстрое падение и долгое, медленное восстановление, что по факту мы сейчас и имеем. Об этом я еще пару слов скажу. Новых проектов уже практически не создается. Вот мы там по сусекам поскребли, чтобы хоть кого-то привезти на этот слайд. В частности, допустим, сеть ПУД – это на самом деле не новый проект, это переименование крымской сети, точнее сети, которая работала в Крыму, АТБ в новый проект ПУД, это не новая сеть, просто смена вывесок. Появляется там несколько проектов, в частности, опториды в Санкт-Петербурге, они также активно развиваются. А вот закрытие вы видите очень много, очень много уходов из отрасли, крупных достаточно проектов, но один седьмой континент чего стоит. Это один из старейших ритейл-операторов нашей страны, акции, которые торговались на бирже, но вот они провели делистинг, а в конечном счете, в принципе, покинули рынок. На, соответственно, площадях этих магазинов сейчас работают другие операторы. Также с российского рынка уходят и международные игроки. И, конечно, сделки происходят, слияние происходит, но происходят они уже совершенно под другой парадигмой, это скорее вынужденные сделки, то есть это те компании, которые испытывали проблемы или просто желали покинуть рынок, а не активно искали покупателей. И, как следствие, происходят различные слияния в сфере аптечного ритейла или, допустим, уход карауты с российского рынка и покупка ее гипермаркетов торговой сетью лента. Но именно в этот момент возникает новое, как раз то самое явление под названием развитие интернет-торговли. Конечно, многие интернет-компании, они появились раньше, но именно как раз в 2014-2017 год их выручка начинает активно прирастать. По многим причинам и проникновение интернета повышается, и доступность, соответственно, покупок становится гораздо выше, но в том числе и потому, что россияне начинают активно сравнивать цены между собой в интернете, это делать как нельзя удобно, и ряд компаний получают от этого серьезную выгоду. И, в частности, конечно, компания Valbris, лидер сегодня онлайн-торговли в нашей стране, серьезно начинает прирастать по показателю выручки, активно, соответственно, наращивает свои производственные мощности, открывает логистические центры, вот один из последних, открытый в Московской области, увеличивает количество брендов, количество вообще товарных категорий. Посмотрите, как стремительно последние годы растет на сайте компании Valbris продукция, не связанная с одеждой, не связанной с обувью, это и бытовая химия, это и электроника, это уже теперь уже и продукты питания продаются на сайте Valbris. И, соответственно, компания очень динамично растет, одна из самых быстрорастущих сетей в нашей стране, 70 с лишним процентов динамика роста по показателю выручки. И одним из таких достижений сети, конечно, является то, что компания активно открывает пункты выдачи своих товаров и сегодня уже не испытывает той зависимости от курьерских доставок, которые были раньше, потому что подавляющее большинство, почти 80 с лишним процентов заказов, потребители сами забирают в пунктах выдачи. Сегодня это почти 5 тысяч пунктов выдачи. В сентябре они 5-тысячный пункт выдачи открыли. На конец года запланировано открытие до 7 тысяч таких объектов. Но вот, можно сказать, история, наверное, все. Давайте перейдем к тому, что происходит сегодня на потребительском рынке. Несколько слов о текущей ситуации и как это выглядит. Мы регулярно рассказываем об экономике и приводим цифры и неудовлетворительного роста, роста, так сказать, и цен, и... Неудовлетворительного роста, я уточню, неудовлетворительного роста или падения? Нет. Экономики? Нет. Мы говорим, если есть падение, то мы говорим о падении, если... А сейчас падение или рост? Сейчас рост. Сейчас рост? Сейчас рост, да. А на чем основана вот эта гипотеза? Это не гипотеза, это данные Росстата. Сейчас у нас есть экономический рост, там более 1%. Поэтому это не гипотеза, да. Тогда объясните мне, если экономический рост, почему растут цены? Почему людям покупать вещи дороже? Яйца, автомобильные, бензин. Я сам не экономист, я выпускник филологического факультета. Ну вот как часто это бывает, журналисты, выпускник филологического факультета не очень хорошо разбираются в экономике, но очень удачно формулируют термины. И вот этот термин неудовлетворительный рост, он прям вот зашел в мою голову, потому что действительно у нас такой неудовлетворительный рост сейчас на потребительском рынке. С одной стороны, после вот этого драматического падения в 2015-2016 году у нас регистрируется рост, в 2018 году это было 2,8%, и как бы можно этому порадоваться. Но после падения в 15%, конечно, ростом это назвать достаточно сложно, это скорее как бы такой отскок рынка и некое его восстановление. А в 2019 году, обратите внимание, что и эти скромные показатели по темпам роста замедляются, по итогам 9 месяцев всего 1,4% приросту розничного товарооборота в нашей стране. А если взять самые последние данные, август, сентябрь этого года, то тут рост вообще уже меньше 1%, то есть в пределах статистической погрешности. И если мы посмотрим в прогнозы развития, в частности, Министерство экономического развития опубликовало вот один из последних прогнозов, это было в конце августа, начале сентября, и они особо не верят в то, что у нас будет какой-то рост. На этот год они запланировали 1,3% прироста этого показателя, то есть ниже даже, чем за первые 9 месяцев. На 2020 год вообще 0,6%, то есть фактически констатация полной стагнации отрасли, это, конечно, очень негативно, потому что таких пессимистичных прогнозов я давно не видел от официальных органов. Но мы вынуждены с этим согласиться, потому что ключевым показателем, влияющим на динамику розничного товарооборота, является показатель реальных доходов населения. Они у нас снижаются, за последние 5 лет мы потеряли 11% реальных доходов населения, при этом 2019 год, первое полугодие, опять-таки, мы в минусе, 1,3%, то есть идет продолжение снижения реальных доходов населения, и, конечно, это во многом отражается в деятельности торговых компаний. Но в то же время, вы видите, был рост, это связано во многом с изменением модели поведения россиян, это очень хорошо иллюстрирует следующая диаграмма, показывающая, как менялись вклады россиян в банках Российской Федерации. Вы видите такой неуклонный рост, особенно, конечно, вызванный в том числе и кризисом, когда люди начинают откладывать деньги на черный день. А с другой стороны, еще более показательно, это изменение кредитования, точнее, задолженности населения перед банками. Вы видите этот перелом в начале 2015 года, когда россияне стали отказываться от кредитов и банки стали сворачивать кредитные программы. Но уже в 2018 году мы выходим на исторические рекорды по объему выдачи займов населению нашей страны. И дальше, в 2019 год этот тренд только продолжается. И, конечно, те деньги, которые сегодня приходят в виде кредитов, они реализуются в том числе в магазинах нашей страны. Задолженность населения перед банками только за первое полугодие выросла на полтора триллиона рублей. И, конечно, там есть доли ипотеки, долгосрочных кредитов, связанных с недвижимостью. Но все равно, если человек взял деньги на жилье в банке, то другие деньги он потратит из зарплаты на покупку каких-то товаров. Это поддерживает сегодня потребительский рынок, но не имеет такой долгосрочной устойчивой программы, потому что за эти кредиты приходится платить. И это приводит к такому очень негативному явлению для экономики любой страны и нашей в частности. Это к расслоению населения по уровню доходов. Вот обратите внимание, что сегодня по разным оценкам 10% самых обеспеченных россиян скопили 80% всего личного состояния домохозяйств Российской Федерации. При этом большая часть населения живет за чертой прожиточного минимума. Вот та зеленая линия, которая проходит по центру, это некий комфортный уровень, 30 тысяч рублей, о котором мечтают больше половины россиян. Это на самом деле не средний класс, на который мы так во многом надеемся, потому что они самые активные потребители. Это те люди, которые живут по принципу от зарплаты и до зарплаты. Это тот необходимый денежный поток, который обеспечит текущее потребление россиян. 60% россиян вообще не имеют каких-либо накоплений долгосрочных и живут по принципу от зарплаты и до зарплаты. И нельзя сказать, что на эту проблему правительство закрывает глаза. Нет, эта тема обсуждается. Могу привести пример этих обсуждений. В частности, следующее видео. Так, у нас по-прежнему недопустимо велика дифференциация доходов и за чертой бедности. К сожалению, до сих пор живет еще 13% наших граждан. Это примерно 18 миллионов человек. Этот уровень, живущих за чертой бедности, еще слишком высок. Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы люди имели более солидные доходы. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны. Вот два видео. Последнее видео – это был доклад премьер-министра перед ЗАГС-собранием в апреле 2019 года. А вот разница во времени между первым и вторым видео. Догадаетесь? Сколько месяцев, дней, может лет? Почти. Семь лет. То есть первое видео – это 2012 год. За это время количество бедных людей в нашей стране не уменьшилось, а только увеличилось. А 2020 год добавил еще в эту группу населения дополнительные, скажем так, ряды. И это на самом деле очень тревожный сигнал, потому что разделение населения по уровню доходов требует очень внимательно отслеживать ту целевую аудиторию, с которой вы коммуницируете, ту целевую аудиторию, на которой ориентирован ваш проект, ритейл-проект или продукт, который вы реализуете на нашем рынке. Потому что эти группы населения ведут себя абсолютно по-разному, хотя живут на территории одной страны, иногда и очень часто на территории даже одного населенного пункта. У нас достаточно обеспеченные слои, считают, что уже пора покупать. 23% населения считают, что можно совершать крупные покупки, долгосрочные покупки. При этом 28% населения не имеет достаточных средств для того, чтобы покупать лекарства и вести профилактику каких-то заболеваний. В этом году запланировали туристические поездки 22% россиян, а 70% россиян не смогли уехать на майские праздники, потому что денег нет. И, соответственно, остались праздновать у себя дома. У нас активно растут такие новые современные сервисы, как, допустим, медиаплееры, Иви, допустим, это уже полтора миллиона пользователей. Очень хороший динамичный рост показателей по выручке компании, 62% в прошлом году приросли. И генерируют уже 4 миллиарда рублей. И в то же время у нас 10 миллионов россиян пользуются таким сервисом, как Едодил, который позволяет сравнивать цены на продукты питания и следить за акциями в продовольственных магазинах. Но вот эти все группы объединяет одно. Они ведут себя очень экономно, очень рационально. Мы это называем бережливым потреблением. 70% россиян считают, что сегодня лучше тратить по минимуму. Это касается как необеспеченных слоев, которые просто вынуждены тратить по минимуму, так на самом деле и обеспеченные слои. Поэтому у нас очень много промо-активности в магазинах. Поэтому акции и желтые ценники заполонили торговое пространство в магазинах. От этого нам никуда не деться, потому что не сети в этом виноваты, а потребители это ждут. Потребители это в первую очередь требуют от магазинов. Но кто же выигрывает от этой ситуации? Казалось бы, очень непростой ситуации. Есть на самом деле бенефициары. И в первую очередь это, конечно же, торговые сети. Вот специально показываю с большим лагом эту диаграмму. В 2015 году 30% розничного товарооборота приходилось на топ-100 российского ритейла. А по итогам прошлого года это уже 39%, почти 40% приходится на топ-100. И обратите внимание, что топ-10 занимает 22%. То есть больше половины из этой сотни консолидировала выручка первая десятка. И, конечно, эта десятка растет и дальше наращивает свою долю. Во многом это происходит в том числе и по причине не только органического роста, но и по причине продолжающихся сделок по слияниям и поглощениям менее успешных игроков. В разных сегментах Леруа Мерлен покупает карауту в сегменте DIY. Мвидео продолжает консолидацию, покупая Эльдорадо. И потом магазины Медиамарт. Другие примеры. Конечно, наиболее крупный такой из последних событий пример это объединение Дикси и Красного Белого. Буквально в сентябре этого года произошло. И вот та десятка, первая десятка по итогам первого полугодия демонстрирует следующие результаты. Вот перед вами самые последние, самые свежие данные. Они продолжают рост. Большинство компаний, вы видите, демонстрируют двузначные темпы роста по итогам, соответственно, первого полугодия. Это на стагнирующем рынке, о котором я говорил выше. И, соответственно, дальше, конечно же, планируют развиваться, планируют расти. И на что, наверное, хотел бы обратить внимание на этом слайде, это что вот десятка у нас такая консервативная. Здесь основные игроки, безусловно, всем известные компании. Но впервые к границе этой десятки подходит компания Valbris. И по итогам уже 2019 года мы ожидаем вхождения компании в топ-10 российского ритейла. Больше 100 миллиардов рублей у компании будет обороты. Причем не на десятое место, возможно, даже она сразу вскочит, обогнав ОК и Метро Кошенкери. Потому что посмотрите, какие темпы роста у компании по выручке по сравнению со своими, может быть, непрямыми, но все-таки конкурентами в отрасли. И вот впервые за всю историю Российской Федерации в топ-10 российского ритейла войдет такой чистый онлайн-игрок. И это, безусловно, очень знаковое событие. Очень интересно, что это у нас произошло. Но, подводя итог, хотелось бы завершить вот этим слайдом, показывающим, как развивался наш потребительский рынок, к чему мы сейчас пришли. И к вот этой фазе консолидации российского ритейла, которая началась с 2014 года и продолжается сейчас. И то, что первый этап консолидации происходил благодаря, в первую очередь, конечно, финансовому превосходству торговых сетей, кто обладал финансовыми ресурсами, они могли скупать новые активы, открывать большое количество магазинов. Но сегодня, на наш взгляд, парадигма меняется и консолидация будет происходить дальше уже на базе технологического превосходства, интеллектуального превосходства. То есть те компании, которые будут четко знать свою стратегию, будут знать направление своего развития и инвестировать в это направление, как интеллект, так и деньги, конечно же, они будут, соответственно, получать определенное преимущество, расти и активно развиваться. И для того, чтобы понимать вот эти наиболее перспективные стратегии, которые будут реализовываться на российском рынке, несколько примеров я хотел бы в заключительной части своего доклада привести. Это те самые перспективные, три перспективные стратегии, которые сейчас активно развиваются, о которых мы хотели бы поговорить. Ну, первое, это умниканальность, да, это то, что, опять-таки, должно сопровождать любую презентацию современную, да, это слово обязательно теперь. Но, на самом деле, если серьезно, то, конечно, мы видим просто высочайшее достижение нашей страны с точки зрения развития интернет как такового. Мы, ни много, ни мало, седьмое место в мире занимаем по уровню проникновения интернет на территории страны. У нас один из самых доступных, вот был там некий условный рейтинг, что в России, Россия занимает второе место в мире по дешевизне интернет, соответственно, трафика. И это, на самом деле, замечательно, прекрасно, что у нас есть здесь конкурентная среда, и компания активно борется за потребителей, и интернет настолько активно развивается. Конечно, развитие мобильного интернета также, вы видите, активно растет, 59% у нас сегодня выходит в интернет уже с мобильных устройств. Это уровень для сравнения, к примеру, как в Японии на текущий момент. То есть в этом смысле мы впереди планеты всей, и, в принципе, конечно же, этим грех не воспользоваться. Мы видим, как активно растут продажи через интернет, и они будут расти дальше. И хотя сегодня это все еще цифры ниже 10% от всего в целом розничного товарооборота в нашей стране, но обратите внимание, что в некоторых категориях, таких достаточно значимых, крупных категориях, как электроника, бытовая техника, одежда, косметика, парфюмерия, уже больше половины россиян предпочитают выбирать и покупать товары через интернет. Это не значит, что они отказываются от физических магазинов и, соответственно, уходят только в онлайн, но это значит, что они предпочитают уже выбирать и, соответственно, подбирать свой товар через интернет. И вот очень интересное, на самом деле, наблюдение делают ритейлеры, которые развивают вот эту омниканальную стратегию. Они видят, что те потребители, которые покупают товары одновременно через несколько каналов, они покупают не в два раза больше. Это не значит, что вот он работал, покупал через физические магазины и в два раза больше стал покупать через онлайн. Они покупают в три, в четыре раза больше, когда они используют несколько каналов коммуникации с ритейл-проектом, с магазином, с сетью. То есть это очень сильный такой кумулятивный эффект и здесь очень серьезная синергия, которая в разы увеличивает объемы выручки. И, конечно, этим надо активно заниматься, инвестировать и развивать это направление. Вот первая десятка российской интернет-розницы. Мы все-таки еще пока разделяем это явление, это направление. И в итоге как раз первого полугодия, самые последние данные, вы видите, темпы роста у всех двузначные, подавляющего большинства, у кого-то там просто феноменальные, там в 200 с лишним процентов по объемам продаж. Но вот на что хочу обратить ваше внимание. Цветовой, скажем так, раскрас этой диаграммы. Синим показаны те сети, которые мы традиционно считаем как интернет-игроков. Вайлборис, Ситилинк, Озон. А красным показаны сети, которых мы с интернет-торговлей не ассоциируем. Это офлайн сети, физические, по сути дела, магазины. И посмотрите, что в десятке российской интернет-розницы уже половина это не интернет-розницы, это те самые омниканальные игроки. Что еще характеризует эта десятка? В интернет гораздо более высокая конкуренция и гораздо более высокая консолидация. Я говорил чуть выше о том, что на топ-100 российского ритейла приходится 40%. Почти, чуть-чуть не дотянули, 39% розничного товарооборота. А на топ-10 в интернет-рознице приходится 40% продаж всего Рунета. Это показывает, насколько высок уровень консолидации в отрасли. Да, быстрорастущих сетей здесь достаточно много и среди лидеров в том числе. Но мы решили проанализировать, раз уж так наши офлайн ритейлеры активно входят в период омниканальной торговли, как же у них обстоит дело с продажами через интернет. И видим очень интересные результаты. 81 сеть из 100, 81% уже имеет возможность предоставлять продажи через интернет своим покупателям. И это в тех условиях, когда на ряд товаров у нас еще есть ограничения. В частности, запрещено продавать лекарства через интернет. Но несмотря на запрет продажи лекарств через интернет, обратите внимание, в топ-100 входит 13 фарм-ритейлеров, 12 фарм-ритейлеров уже имеют свои интернет-магазины. Даже несмотря на этот запрет. Они ни в коем случае не нарушают закон. Здесь они законопослушные. Просто работают по принципу click and collect, закажи и забери. Заказав товары с фарма-ассортимента, потребитель сам должен прийти в аптеку и их выкупить. Но посмотрите, несмотря даже на эти ограничения, насколько ритейлеры активно готовы в это инвестировать и хотят развиваться через интернет по продажам. Но недостаточно просто запустить интернет-магазин. Важно его продвигать, важно к нему привлекать внимание, естественно. И следующее, что мы проанализировали, это продвижение ритейлеров через социальные сети. Мы сложили всех подписчиков официальных аккаунтов торговых сетей, составили такой рейтинг популярности соцсетей российскими пользователями в Рунете. Единственное, мы исключили, конечно, операторов сотовой связи, там все-таки не совсем покупатели, подписчики этих аккаунтов. И международные сети, не у всех международных сетей есть отдельные аккаунты для российских потребителей. И вы видите, такой рейтинг получился очень забавный. Лидером у нас пока является ВКонтакте, 25 миллионов подписчиков именно в этой социальной сети. Но очень стремительно догоняет, соответственно, по популярности Инстаграм, уже 20 миллионов подписчиков в этом только канале. И при этом еще недавно мы очень много говорили о перспективах развития Ютьюба. Посмотрите, Ютьюб очень сильно отстает по популярности среди, ну, в этом рейтинге, скажем так. И это было в какой-то степени неожиданностью для нас, потому что пару лет назад об этом только и говорили, что перспектива именно этого канала. Но дальше мы решили посмотреть, как же ритейлеры ведут себя в этих каналах, то есть кто вообще здесь активен и популярен. Опять-таки, построили рейтинги, мы любим строить рейтинги. Вот рейтинг официальных каналов в Ютьюбе. Самым популярным оказывается у нас неожиданно, это аккаунт сети Остин, там детский мир, МВидео. То есть, опять-таки, обратите внимание, что синие здесь, ну, условно синие, да, это онлайн ритейлеры, они далеко не на первых местах. И основные позиции, лидирующие позиции занимают так называемые офлайн пока еще ритейлеры, да. Более популярным каналом, я сказал, является Инстаграм. Здесь, конечно, цифры гораздо более выдающиеся по количеству подписчиков. Три миллиона, ну, вот лидер у нас уже больше трех миллионов подписчиков в сеть Литуаль. Но вот тут тоже не без неожиданности произошло. Обратите внимание, что второе место занимает торговая сеть «Золотое яблоко», о которой, в принципе-то, на самом деле, немного кто и знал, и слышал до недавнего времени. Потому что, ну, ладно, если у Литуали, у них 800 магазинов по всей стране, и они представлены там в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, то «Золотое яблоко» — это всего 10 магазинов. Да, крупноформатных, но всего 10, и уже больше трех миллионов подписчиков у них. И вот это как раз показывает то, насколько компания понимает свою стратегию, понимает, в каком направлении нужно развиваться, несмотря на то, что это новый проект. Только в этом году они открыли первый магазин в Санкт-Петербурге и будут, конечно, активно расти и развиваться дальше, но они уже сейчас инвестируют средства, инвестируют свои ресурсы в то, чтобы быть популярными, вот в том числе в социальных сетях и находиться в числе лидеров, несмотря на то, что по показателям там выручки они существенным образом, конечно же, от них отстают. Ну и опять-таки обратите внимание, что таких онлайн-ритейлеров здесь очень немного, и самый успешный по своему продвижению — это ритейлер «Озон». Казалось бы, Инстаграм, здесь должен был бы быть аккаунт «Валбрис», одежда, ну, девочки любят смотреть одежду в Инстаграм, но нет, у «Валбрис» всего 360 тысяч подписчиков в официальном аккаунте, но это было в середине года, когда мы проводили исследования, и тем самым они далеки даже от вхождения в эту первую десятку, и в моем понимании это большой просчет компании, не вот активное, скажем так, развитие в социальных сетях может потом дорого стоить этой компании и не очень хорошо, может быть, даже закончиться. Но все-таки вот эти изменения, которые происходят в онлайн-ритейлеры, мы видим, что они становятся все больше оффлайн. Да, казалось бы, «Ламода», недавно это только интернет-продажа, открывает первые физические магазины. Первый, соответственно, такой магазин был открыт в марте этого года с ассортиментом одежды, как, ну, соответственно, традиционный фэшн-ритейлер. Конечно же, много проектов, связанных с установкой, с развитием сетей пунктов выдачи и установкой постаматов. Вот, в частности, компания «Озон» очень активно инвестирует в это направление и тоже становится все больше и больше оффлайн. Уже сейчас более 6 тысяч постаматов работают в этой сети и дают возможность покупателям получать товар таким образом. И сама сеть признается, вот специалисты «Озона» признаются, что установка постамата увеличивает объемы продаж в 5-6 раз для потребителя, да, если, соответственно, покупки становится делать более удобно. И компания имеет дальнейшие планы по наращиванию количества постаматов и дальше, конечно, им будет активно развивать и, соответственно, улучшать динамику продаж в этом направлении. Но вот это движение онлайна в сторону оффлайн или оффлайна в сторону онлайн – это все-таки трансформация ритейла, и не всегда, конечно, ритейл-проекту удается эту трансформацию пройти успешно. Наиболее успешные кейсы, конечно, мы видим в тех сферах, точнее у тех компаний, которые изначально в своем ДНК имели вот эту умниканальность. И здесь в качестве иллюстрации я хочу привести пример торговой сети «Петрович». Может быть, не все об этой компании слышали, хотя эта компания занимает второе место по продаже строительных материалов на, соответственно, сегменте DIY. Компания работает далеко не во всех регионах нашей страны, точнее, вообще очень локально. В основном это Санкт-Петербург, Москва, ближайшие регионы несколько. Но компания вот изначально была умниканальная. У них 8 каналов продаж, которые они как бы с первого дня, можно сказать, своего развивают, потому что это те строительные базы, которые раньше были такими очень брутальными. Они стали очень клиентоориентированными. И вот эти 8 каналов продаж от физических магазинов, колл-центра, интернет-приложения и так далее. И совсем недавно они запускают новый 8 канал продаж. Это цифровые шоурумы. Очень симпатичный проект. Конечно, надо понимать, что во многом это больше проект для привлечения внимания, для продвижения, соответственно, своего бренда на рынке. И вот уже второй такой цифровой шоурум открылся в Москве, в частности. Что это из себя представляет? Это возможность посмотреть свое жилое пространство в реальном размере, один к одному. Три плоскости, да, вы видите стены, пол. И тем самым увидеть свое жилище после ремонта. Очень симпатичный проект. На самом деле таких аналогов в мире пока еще даже нет. И очень горд, что именно в России российскому ритейлеру удалось реализовать такой очень интересный вызывающий проект. И компания, вот еще раз повторюсь, очень активно развивается во всех каналах продаж. И активно, соответственно, и экспериментирует, и ищет новые направления. Но в том числе и инвестирует в рекламу и в свое продвижение. И вот такие видеоролики получают призы в номинациях различных конкурсов. Ремонт закончится, даже если кажется, что его можно только остановить. Ремонт закончится, даже если их обед не заканчивается. Ремонт закончится, даже если он кажется прыжком в бесконечность. Ремонт закончится, если его начинать в Петровича. Все для того, чтобы ремонт быстрее закончился. Петрович с теми, кто отважился на ремонт. Ну вот действительно, да, пройти ремонт всегда непросто. И очень замечательно, что компания так эмоционально транслирует идею решиться на ремонт. И, соответственно, реализовать улучшение своих жилищных условий. Ну, пойдем дальше. Второй тренд, второе направление развития – это поляризация форматов. Я вначале говорил уже о тех трудностях, которые в участии населения нашей страны есть. И это такая стабильная и большая по численности аудитория, которая не видит ценности брендов, потому что, по сути дела, вынуждены выживать. Они имеют основной фактор выбора – это цену. И, соответственно, им не нужен широкий ассортимент. Они готовы, соответственно, удовлетворить свои потребности более узким ассортиментом. Конечно, это дает предпосылки для развития формата дискаунтер. Хотя вот те дискаунтеры, которые сегодня на российском рынке представлены, это все-таки все еще мягкие дискаунтеры. Да, у них доступные цены. Да, у них зачастую такие не самые привлекательные магазины. Но основная концепция дискаунтера – это, конечно, цепочка поставок, контроль цепочки поставок и, соответственно, большое проникновение собственных торговых марок. Пока у нас таких примеров немного, поэтому мы их называем, условно говоря, мягкими дискаунтерами. Они, на самом деле, развиваются в разных сегментах российского ритейла. Вот, в частности, допустим, дискаунтер в фарм-ритейле, аптека «Озерки». Неожиданно, на самом деле, очень успешно стало развиваться. И настолько успешно, что в 2016 году были вынуждены запустить вот такие электронные очереди своих торговых объектов. Потому что просто количество покупателей было настолько велико, что, соответственно, уже очереди не выдерживали. И вот таким образом как бы решали проблему наплыва покупателей в свои аптеки компания. Или, допустим, компания «Светофор». Я показывал на предыдущем слайде, была создана в 2009 году. То есть одна из, можно сказать, последних вышла на рынок России. А сегодня они входят уже в топ-10 FMCG розницы. И вот активно развиваясь в последние годы, доросли до того, что в этом году открыли тысячный магазин на территории нашей страны. И, соответственно, работая вот в таком формате очень экономных магазинов, скажем так, открываясь в ангарах, в не самых привлекательных местах, становятся трафикообразующими. Потому что потребитель знает, что там можно найти самые выгодные по цене предложения. И, соответственно, туда активно идут. И это, соответственно, одна сторона медали. А в то же время есть другая сторона медали. В тот же 2009 год была создана сначала сеть «Избенка», а потом сеть «Вкусвилл» стала, соответственно, активно развиваться с 2002 года. То есть, казалось бы, параллельно в одной стране, на том же самом рынке, в том же самом FMCG-сегменте развивается абсолютно диаметрально противоположный проект, но развивается тоже успешно и тоже открывает тысячный магазин осенью этого года. Да, вот так вот параллельно два антипода развиваются в нашей стране. Потому что, опять-таки, они четко знают своих покупателей, а их покупатели четко понимают, что они, соответственно, приобретают в этих магазинах, зачем они туда идут. И вот эта четкость выстроенной стратегии компании дает, соответственно, вот такие замечательные результаты. Также развитие вот этой поляризации мы видим в ренессансе развития специализированной розницы. Казалось бы, это явление ушло с российского рынка. Это когда-то мы в детстве с вами ходили в булочные, в овощные магазины, а потом это все стало меняться на универсальные магазины. Но мы видим, что активно идет развитие в мясном сегменте специализированной розницы. Активно развиваются, допустим, проекты кондитерской розницы. Потому что здесь можно получить более широкий ассортимент, можно получить более качественную консультацию. И потребителю зачастую это важно. И, соответственно, они идут в эти магазины. Ну, а там, допустим, бурный рост пекарен. Это просто вы видите, как сейчас стремительно меняется ландшафт в этой области, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других крупных городах активно развиваются эти проекты. Вот, в частности, проект «Хлебница». Очень хороший был интервью с руководителем этой сети на портале retail.ru. Это уже 600 объектов. Да, они не собственные, многие из них партнерские проекты. Но компания открывает магазины уже свои не только в России. Они открывают в Турции, в Китае. Вот так вот неожиданно, абсолютно из ниоткуда, такой проект начинает активно развиваться, поняв, что есть вот эта ниша, и вот в этой поляризации есть, соответственно, потенциал для дальнейшего роста. Ну, а в сегменте алкомаркетов здесь просто произошла полная революция. И, конечно, проект «Красное и белое» просто с феноменальными результатами. В 300 миллиардов рублей и почти половина рынка с продажи алкоголя в специализированной рознице приходится на нее. И вслед за ним, конечно, стали активно развиваться другие проекты. Но приведу пример такой еще сети, которая четко понимает вот эту поляризацию. Это сеть «Фамилия». Они развиваются по направлению офф-прайс. Фактически они торгуют стоками продукции, но при этом очень технологично. У них достаточно серьезный анализ идет ассортимента магазинов. Они распределяют его по мере потребностей покупателей. У них практически не остается нереализованной продукции по итогам, соответственно, продаж. И компания также очень красиво коммуницирует с потребителями. Но сейчас, наверное, сэкономлю время. Не буду показывать их видеоролик. А цифры, как бы, да, говорят сами за себя. Опять-таки, несмотря на стагнацию на рынке, несмотря на те трудности, которые переживает у нас фэшн-ритейл. Это был один из бенефициаров проблем, которые начались в последней, по крайней мере, фазе кризиса. Потому что именно на одежде россияне стали активно экономить. Но именно вот эта экономия и привела большое количество россиян в магазины сети «Фамилия». Потому что можно было найти брендовую продукцию по весьма доступным ценам и с очень хорошими скидками и предложениями. И как результат, вот буквально в этом месяце четверть бизнеса «Фамилия» покупает не кто-то, а аналог крупнейшей американской сети одежды, которая работает по схожему принципу работы в сегменте «Офф прайс» за 250 миллионов долларов. То есть бизнес компании «Фамилия» оценили ни много ни мало в миллиард долларов. Это сегодня, сейчас в условиях санкции всех трудностей, которые мы переживаем в экономике и на потребительском рынке в частности, приходит американский инвестор и не просто инвестор с спекулятивными какими-то целями, а такой именно стратегический инвестор, который занимается тем же самым бизнесом, но в США и хочет, соответственно, развиваться в России в частности. Вот пример, опять-таки, успешной и правильной стратегии компании. Ну и в заключении, последнее направление развития, ну не последнее, конечно, но которое я успеваю привести, это мультибрендовость. Очень интересно, что сейчас сети начинают, возможно, из-за своих размеров развиваться под разными вывесками. Вот «Магнит» представил свою стратегию в этом году и появились новые элементы в сети, это «Магнит Сити» и «Магнит Вечерний». Но если «Магнит Вечерний» это фактически те же самые алкомаркеты по аналогии с сетями «Красное и Белое» или «Бристоль», то «Магнит Сити» там, да, мы не думаем, что мы могли бы поверить в то, что в «Магните» появятся столы, стулья, да, и вот, соответственно, магазин будет выглядеть именно таким образом. Опять-таки, такие пилотные магазины запущены в Москве, в Краснодаре. Подробный фотоотчет об этих проектах есть на портале retail.ru, но вы можете их посетить, и пилот показывает свой успех, и компания планирует развивать это направление, в том числе своего бизнеса. Но есть сети, которые еще, скажем так, четче сформулировали вот эту мультибрендовость в своей стратегии. В частности, это Event Retail Group, компания, которая под своими брендами объединила и электронику, да, в виде там ресторов, Sony, Samsung, и Fashion Retail. Они открывают магазины под брендами Nike и другими. Lego – это их проект, который они развивают, такие монобрендовые проекты. И совсем недавно, в 2019 году, они запускают проект Huawei, фирменных магазинов этого производителя. И компания показывает великолепные результаты по выручке с квадратного метра. Это очень высокая эффективность. Вот обратите внимание на диаграмме, это средний уровень по отрасли в сегменте бытовой техники и электроники, какой показывает Event Retail Group. Это действительно как бы выдающийся результат. И помимо своих ритейл-проектов, они развивают сервисы для пользователей активно. Это и финансовые сервисы. В частности, недавно запустили сервис под направлением химчистки для обуви. То есть, очень такой многогранный, многопрофильный бизнес, но объединяется под одной командой в одной компании и, соответственно, активно развивается в рамках этой мультибрендовой стратегии. И второй пример такой активной мультибрендовой стратегии, конечно, это компания NVIDIA Eldorado, которая создана на базе большого количества активов, которые были поглощены. Я об этом сегодня уже говорил, как бы, да, в рамках фаз развития российского ритейла. Но несмотря на то, что вот этот портфель брендов объединился в одной компании, было принято решение оставить три бренда, точнее, два оставить, а один создать. Это NVIDIA, как ключевой бренд Eldorado, как такой атакующий бренд для регионов в первую очередь. И создать новый проект, это M-Mobile. И сегодня эти три бренда будут параллельно развиваться. Компания, работающая в одном сегменте бытовой техники и электроники, будут развивать три параллельных проекта и тем самым, соответственно, находить оптимальное решение для выхода на ту или иную потребительскую группу. Вот такие стратегии, конечно, дают возможность компании там расти и развиваться. И четвертый бренд, который тоже стоит упомянуть, это бренд Goods, который запустился под, соответственно, еще когда-то и Гиды, и Тенкованы, и NVIDIA. Это Marketplace, который сегодня тоже как бы пытается занять свою нишу. По планам на этот год должен выйти там на 10 миллиардов рублей. Вот эта мультибрендовость стратегии ритейлеров позволяет найти оптимальную комбинацию решений для тех или иных покупателей и, соответственно, получить положительные результаты. Но в заключении, как я обещал, два слова о прогнозах развития. Очень коротко здесь пройдусь. Вот обратите внимание, что опросы показывают, что настроение у россиян все-таки улучшается, несмотря на все попытки им это настроение ухудшить. Все больше и больше россиян готовы, хотят, планируют приобретать технику, электронику, ездить в туристические поездки, улучшать свои жилищные условия. На 2019 год это тоже, соответственно, как бы в положительной зоне, и мы видим прирост практически по всем показателям. И наша с вами задача ритейлеров – помочь россиянам реализовать эти планы, вдохновить их на то, чтобы они сделали запланированные свои траты, запланированные покупки. Что если вы внимательно отследите, очень часто планы, вот, допустим, 23% россиян планировали в 2018 году сделать ремонт, и только 2019 сделали ремонт. То есть очень часто планы не реализуются, к сожалению. И наша с вами задача – помочь россиянам эти планы реализовать, и, соответственно, тем самым получить от этого доход, а, соответственно, потребителю решение тех проблем, которые у него есть. Конечно, не могу не упомянуть о смене поколений, которые сейчас происходят. Наши дети становятся активными покупателями, активными потребителями. Они мыслят совершенно по-другому, у них совершенно другие приоритеты в жизни, и, соответственно, здесь много цифр, много данных по этому поводу, много маркетологи об этом говорят. Но мне очень понравилось, как сформулировал коллега мой, что сегодня вот эти потребители хотят практически моментально, мгновенно, они хотят дешево, практически бесплатно, они хотят максимально персонифицированно. И это то, что нам с вами предстоит реализовать в рамках своих ритейл-проектов, в рамках своих проектов, связанных с производством поставок потребительских товаров. Если говорить в цифрах, то развитие российского ритейла не ждет, к сожалению, такого бурного роста. И прогнозы Министерства экономического развития, о котором я говорил выше, и наши ожидания, они такие очень инертные. И даже к 2021 году мы не выйдем еще на какой-то активный рост в целом по физическим объемам розничного товарооборота в нашей стране. Но, конечно же, активно будет развиваться и расти интернет-торговля. Об этом я уже много говорил. И особое внимание стоит обратить внимание на развитие продуктов питания, продажу продуктов питания через интернет. Мы здесь даем очень такой консервативный в какой-то степени прогноз, но мы стоим на пороге того, что будет разрешена продажа, дистанционная продажа алкоголя через интернет. Пока у нас еще это запрещено, но мы думаем, мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время, и тем самым для российской розницы появится еще один новый импульс развития вот этой дистанционной торговли продуктами питания, потому что, конечно, алкоголь – это одна из самых маржинальных категорий в сегменте продуктов питания, и сегодня она недоступна для продаж через интернет. Если заглянуть на недалекое будущее, 2021 год, то мы ожидаем, что топ-100 российской розницы уже выйдет на половину всего объема продаж в России. Именно они будут контролировать от 48 до 50% розницы нашей страны. И, соответственно, эта консолидация, о которой я говорил выше, она будет продолжаться. Ну, резюмируя свой доклад, вот я еще раз предлагаю вам оглянуться на историю развития российского ритейла, посмотреть, как вот эти фазы развития меняли одна другую, и какие были основные тренды, основные парадигмы развития. И вот к чему мы подошли. Мы подошли к тому, что сегодня, конечно, мы говорим о том, что развитие ритейла идет под флагом омниканальности, и это сегодня актуальная тема для всех форумов, для всех стратсессий и так далее. Но мы стоим на пороге нового десятилетия. Мы стоим на пороге, возможно, новой фазы развития российской и, может быть, даже международной розницы. Какой она будет, мы пока до конца не знаем. Смеем предположить, что, конечно, это будет развитие под флагом развития маркетплейсов, но, возможно, даже это будет больше под флагом развития экосистем вокруг потребителя, когда потребитель будет даже не понимать, что он что-то покупает, он просто будет жить в этом пространстве и каждодневно коммуницировать с своим, соответственно, поставщиком, со своим партнером. И вот то, как это будет развиваться, об этом нам предстоит еще с вами поговорить в будущем. Мы будем за этим активно следить и стараться вам помогать в этом развитии найти правильные направления, правильные ниши и получить от этого максимальный эффект. Спасибо за внимание к моему докладу. Я надеюсь, что он был для вас полезен. Спасибо. Спасибо.